Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Кристины Алексеева. Всероссийские проверочные работы – ВПР. Это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований ФГОС. Как ВПР пройдут в Крае в 2023 году, расскажет Светлана Гонделева, заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края. Светлана Петровна, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина! Только мы с вами проговорили, что ВПР – абсолютно три нестрашные буквы, будем говорить так, хотя многие школьники переживают, боятся. Вот мы с вами сегодня здесь, чтобы развеять всякие сомнения относительно этих проверочных работ. Для чего они нужны? Что это вообще такое? За годы проведения что-то изменилось? Ну, всероссийские проверочные работы – это, как вы и сами сказали, обычные контрольные работы, итоговые контрольные работы, которые, как правило, проводятся весной, то есть в конце учебного года. И проводятся они, вы тоже правильно сказали, в отдельных классах, по отдельным учебным предметам. Вообще, всероссийские проверочные работы пришли к нам с 2015 года. И, конечно же, за вот эти 8 лет менялись подходы и к содержанию проведения этих работ, и в организационном плане были изменения. И если мы будем говорить на сегодняшний день, то сегодня ВПР обязательный для написания для ребят с 4 по 8 класс. Ну, а 11-классники, они тоже пишут ВПР. Здесь решение принимает о написании ВПР образовательной организации. Вот вы говорите, что это такие контрольные работы. Так почему же все-таки ввели именно ВПР? Чем они отличаются от контрольных работ? Вот, и везде ли ВПР – это одинаковый экзамен, везде по округам? Это не экзамен, это работа. Да, работа, проверочная, контрольная работа. ВПР были, вы тоже об этом уже сказали, я хочу сделать акцент на этом, это очень важно. ВПР были введены для того, чтобы проверить уровень знаний обучающихся в соответствии с требованием федеральных государственных образовательных стандартов. Но если говорить простым языком, ВПР нужно провести для того, чтобы определить, чему дети научились в течение года, какие знания они имеют и какие проблемы в знаниях они имеют тоже. ВПР полезно не только детям знать результаты ВПР, но и педагогам, и школам. Например, учителя, проанализировав результаты работ, могут увидеть, где хорошо ребята усвоили какие-то темы, а где надо, может быть, собрать класс или пригласить отдельных каких-то ребят и с ними позаниматься на то, чтобы ликвидировать пробилы в знаниях по каким-то темам. Школы на основе результата ВПР ведут самодиагностику, ну и тем же самым тоже определяют, где сильные у них стороны, где не очень над чем надо поработать. Ну и, что особенно хочется отметить, школы сами определяют, как учитывать результаты ВПР. В последние годы по рекомендациям Минпросвещения России, Рособорнадзора и Министерства образования Ставропольского края мы рекомендуем учитывать результаты всероссийских проверочных работ как форму промежуточной аттестации. Для чего? Для того, чтобы снизить нагрузку и на ребят, на школьников, и на педагогов в плане написания излишнего количества проверочных работ. То есть результаты, которые мы получаем по итогам ВПР, можно засчитывать как итоговая контрольная работа и больше никаких контрольных работ не описать. То есть даже, грубо говоря, по факту ничего не поменялось. Была либо итоговая контрольная работа в школе, либо сейчас это ВПР, просто вот такая форма. Совершенно правильно, да. А вот если обращаться к вопросу, как ВПР влияет в дальнейшем на судьбу ребёнка, правильно ли я поняла, что исходя из результатов, из данных, учитель, преподаватель может где-то подсказать родителям, допустим, в какую сторону сделать упор, где что-то, какие-то пробелы. То есть это такой некий направляющий жест для того, чтобы указать, что это тянет. Результаты ВПР показывают нам, как скорректировать индивидуальную образовательную траекторию ребёнка. То есть мы видим результаты каждого ребёнка, видим результаты по каждому предмету, видим результаты по классу, видим результаты по параллели классов, по школе, по муниципалитету, по краю и по стране тоже. И вот самое здесь важное, это вот эти точечные моменты, то есть результаты ребёнка, мы должны увидеть, чего не знает ребёнок, для того, чтобы сказать об этом правильно родителям. И когда мы подойдём в девятом, в одиннадцатом классе государственной итоговой аттестации, для того, чтобы мы потом уже не столкнулись с той проблемой, с теми проблемами, которые преодолеть практически невозможно. Ведь мы с вами все учились в школе, мы знаем, что сегодня ты на уроке поприсутствовал, не понял какую-то тему, ну ладно, завтра ты присутствуешь, не понимаешь, следующее, послезавтра и так далее. И все эти проблемы накапливаются, как снежный ком, и разрулить вот эту ситуацию в старших классах уже становится довольно сложно. Поэтому вот каждый год нужно анализировать, нужно видеть, нужно проблемы решать, для этого ВПР и проводятся. А вот часто в последнее, да, наверное, даже не в последнее время, в принципе, с появлением ВПР, много идёт обсуждений в сети интернет о том, для чего нужно, почему сделано, какие плюсы, какие минусы. Часто говорят, что вот есть такое мнение, это какая-то пустая трата времени, вот это лишнее вообще обсуждение, для чего нужна эта ВПР, как вы прокомментируете такие слова? Ну, мы с вами вот сейчас уже поговорили. Да, мне кажется, ну, как бы мы уже поставили все точки интернет. Да, в принципе, эти разговоры, я думаю, они основываются прежде всего на незнании самой процедуры проведения и цели проведения ВПР. Мы понимаем, что ВПР нужны для того, чтобы оценить уровень знаний ребёнка, соответствует ли он требованиям стандарта или нет. Ну, наверное, с вопросом обсуждения, нужны ли эти работы ВПР или не нужны, мы с вами завершили. Они однозначно нужны, потому что это такая вот проверочная работа, как мы и сказали, итоговая. А теперь конкретно 23-й год. Что будет в этом году, какие даты проведения, кто напишет работы? График проведения всероссийских проверочных работ ежегодно утверждается Рособорнадзором. И в этом году он также утверждён приказом Рособорнадзора. ВПР в этом году будут проходить, они уже стартовали с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты проведения ВПР определяет сама образовательная организация. Ну, если так чуть поподробнее говорить, то первыми начали написание ВПР 11-ти классники. Для них сроки проведения всероссийских проверочных работ – это 1 марта и окончание написания 25 марта. Ну, грубо говоря, конец 3-й четверти. То есть до конца 3-й четверти они должны все работы написать. Что касается 11-ти классников, ВПР в 11-м классе по приказу, в соответствии с приказом Рособорнадзора, могут писать те дети, которые не выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ. Но, тем не менее, мы на краевом уровне, на региональном, рекомендуем всё-таки ВПР писать всем детям, для того, чтобы просто попробовать свои силы. Ну, а если, как я уже говорила ранее, школа приняла решение, что результаты ВПР будут учтены как результаты итоговых контрольных работ, то в таком случае написание ВПР для 11-ти классников обязательно. Пишут они ВПР по предметам география, иностранный язык, биология, химия, физика. Вот такие предметы у них, ну, как бы, определены приказом. С 15-го марта по 20-е мая будут писать ВПР все остальные классы, то есть с 4-го по 8-й. Как я уже говорила ранее, написание ВПР для них является обязательным. И обязательными предметами для всех этих классов являются русский язык и математика. Но кроме этого, в 4-м классе к обязательным добавляется окружающий мир, в 5-м классе биология и история, в 7-м классе иностранный язык. Кроме этого, ребята с 6-го по 8-й класс будут писать еще два предмета по выбору, но не по выбору школы, а по выбору, который определит федеральный организатор проведения всероссийских проверочных работ. Организатором проведения на федеральном уровне этих работ является Рособорнадзор и подведомственная им организация Федеральный институт оценки качества образования. Вот именно они будут определять, какая школа, какие два предмета в 6-х, 8-х, 6-х, 7-х и 8-х классах будут писать еще дополнительно к русскому языку, математике, в 7-м классе еще и иностранному языку. Особенностью этого года является еще и то, что если ребята в 7-м или 8-м, а может быть и в 8-м классе учили физику и математику, а может быть или эти предметы на углубленном уровне, то и писать ВПР по этим предметам они должны тоже по углубленной программе. То есть им будут даны отдельные тексты, составленные тоже на федеральном уровне. И в этом случае, вот, это особенность этого года. А если, извините, что перебью вас, если углубление по, допустим, иностранному языку так же углубленное? Нет, не предполагается пока. Только физиковой тематикой? Кроме этих двух предметов, пока не предполагается написание по углубленным программам ни в каких классах, ни по каким предметам более. Ну и еще один момент, который, правда, уже эта особенность пришла к нам с прошлого года, это написание ВПР в компьютерном формате. То есть школа может выбирать, как ей писать ВПР. Либо традиционно на бумаге, как это всегда делается, обычно делается, либо в компьютерном формате. Но и судя по тому, что в этом году заявок было подано школами больше на проведение ВПР в компьютерном формате, именно. Мы видим, что эта форма проведения ВПР все-таки востребована и школами, и детьми, и педагогами. А есть ли какие-то особенности для учащихся девятых классов? Ведь мы знаем, что ОГЭ сдают также. Девятиклассники ВПР не пишут. В связи с тем, что как раз у них ОГЭ, они ВПР не пишут. А десятые? В десятых классах ВПР пишется только по одному предмету – географии и то. В том случае, если изучение географии в соответствии с учебным планом организации образовательной заканчивается именно в десятом классе и в одиннадцатом классе, эти дети географию изучать не будут. Тогда десятиклассники напишут географию именно в десятом классе. Но таких школ единицы. В основном пишут уже в одиннадцатом классе географию, ребята. Заранее школьники как-то готовятся к ВПР? Может быть, изучают прошлых лет задания, смотрят, сравнивают? Именно к формату должны ли привыкнуть? Конечно. К формату обязательно должны привыкать. Образцы написания всероссийских проверочных работ ежегодно размещаются на сайте Федерального института оценки качества образования. С ними можно заблаговременно ознакомиться. Структуру ВПР видно. Понятно, что задания будут у каждой школы свои, индивидуальные. Ни у одной школы они не повторяются. Это генерируется программой. И с особенностями проведения ВПР, конечно же, в школах учителя ознакомят детей. Родителям, если интересно, они могут зайти на сайт, мы назовем ФИОКО, сокращенную эту организацию, Федеральный институт оценки качества образования, и познакомиться со всеми особенностями проведения всероссийских проверочных работ во всех классах, по всем предметам. То есть информация доступна для изучения, если кому-то что-то непонятно, и для школьников, и в том числе для родителей. А кто проверяет проверочные работы? Учителя в школах проверяют, может быть, по решению муниципалитета, это какая-то муниципальная комиссия. То есть на школьном, на муниципальном уровне принимается решение, как будет осуществлена проверка этих работ. В основном это педагоги той же школы, в которой обучаются дети. Кроме ВПР в школах проводятся и другие исследования, правда ли это? И если да, то какие? Проводятся, конечно. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что, и вы, наверное, видите и слышите, что в нашей стране выстраивается единое образовательное пространство. Вся государственная политика в сфере образования, она нацелена именно на это. И вот в связи с этим, тоже на федеральном уровне существует единая система оценки качества образования, в которую входят наряду с известными всем единым государственным экзаменом, основным государственным экзаменом, всероссийские проверочные работы, о которых мы с вами говорим. Проводятся также национальные исследования качества образования, но в последние годы они больше ориентированы на воспитательную тематику. Проводится мониторинг функциональной грамотности. Это исследование, за него оценки не ставятся, которое помогает понять, как ребята наши умеют применять свои знания, полученные в школе, на практике. Это тоже очень важно для будущей жизни. Проводится мониторинг качества дошкольного образования, ну и так далее. А вот есть ли статистика работ по каждому году, будем брать 22-й завершившийся, до этого года? Улучшаются ли результаты? Становятся ли данные выше? Оценки лучше, соответственно? И почему так бывает? Или есть какие-то скачки? Ну, безусловно, ВПР год от года анализируется. База данных, конечно же, у нас есть, и она доступна и школам, и на региональном уровне. Как я уже ранее говорила, анализируют ее и сами педагоги, анализируют школы самостоятельно, анализируют результаты ВПР, Краевой институт развития образования наш. И все эти результаты, выводы доводятся до сведения руководителей образовательных организаций, муниципальных органов управления образования. Самое важное, что на основании этих выводов делаются рекомендации, даются конкретные, что нужно сделать, где, как отработать. Но если говорить о самих результатах, то серьезных отклонений в худшую или в лучшую сторону мы не видим. Можно сказать, что ситуация достаточно стабильна от года в год. Конечно, в каких-то классах, в каких-то школах по каким-то предметам может наблюдаться, как вы говорите, скачки, где-то улучшения год от года. Но дети разные, дети другие, учителя другие. Ну, допустим, четвертый класс в этом году один, а следующий год это другие дети. Да, колебания есть, но, в принципе, опять-таки говорю, что ситуация сохраняется примерно стабильной. А если вот наблюдается какое-то, допустим, где-то ухудшение какое-то в классе, там, допустим, вот по конкретному предмету, там, вот географию написали, смотрите, вот данные почему-то там хромают, хотя класс по другим показателям, допустим, даже где-то превосходит другие классы. Что в такой ситуации, какой план действий у школы, преподаватели? Ну, во-первых, если по географии, это учитель определенный, который ведет этот предмет, будут проанализированы результаты всех классов, где он преподает. И если будет видно, что действительно у этого педагога результаты ниже, или, может быть, они выше и необъективны, и такое может быть, то на школьном уровне есть методические объединения педагогов, которые собираются и принимают решения, что делать, какие темы западают, как помочь этому учителю, может быть, наставник придет на урок несколько раз к этому педагогу и поможет, и так далее. То есть тут тоже очень индивидуально все, но все ситуации решаемы. Ну, получается, что это такая проверочная работа не только для самих детей, но и для педагогов. Конечно же, да. Поэтому родители не должны удивляться, когда педагоги переживают, там, давай учи, потому что это и показатели их работы. Совершенно верно. Но самое главное, к чему мы призываем всегда и говорим об этом постоянно, это проводить вот эту процедуру объективно. То есть не давать детям списывать, где-то помогать, подсказывать. При проверке работ тоже, ведь эти работы, они пишутся по единым текстам, то есть стандартная структура, вот как ЕГЭ, стандартная структура написания работы. И проверяются они тоже по единым критериям. И вот не должно быть при проверке такого, ну вот вроде бы, хотя там все закодировано, как бы работа обезличенная, ну может быть там вот, ну вроде бы вот жалко ребенка, вот тут маленькая ошибочка, но может быть подтянуть. Нет, не надо этого делать ни в коем случае, лучше показать то, что есть на самом деле, для того, чтобы потом увидеть действительно, где у ребенка не получается, с чем он не справляется, и вовремя ему помочь. То есть здесь мы стараемся не выйти, вот даже, наверное, тогда вопрос показателей неуместен. Потому что здесь мы стараемся выйти не на то, чтобы показатели всегда росли, шли в гору, а чтобы в каждой отдельной ситуации разобраться с причиной тех или иных показаний, задать вопрос, прийти, объяснить, поговорить. Безусловно. Ну, несмотря на то, что данные, получается, закодированы, в итоге по результатам школа знает, какой ученик. Конечно, но потом они раскодируются, понятно. Это проверяется в обезличенном виде, да. А какое место край среди всех субъектов российской операции? Ну, вот мы с вами же говорим о том, что рейтинга не ведется, он и не предполагается. А, он даже и тут не предполагается. Конечно, не предполагается, ни в коем случае нельзя сравнивать ни школу со школой, в этой школе лучше, в этой хуже, ни край, ни субъекты, ни параллели классов даже. То есть здесь большая нацеленность идет на индивидуальность. Вот мы знаем, что часто, я говорю о том, что педагоги тоже переживают, часто бывает очень-очень серьезно настраивают школьников, возникают какие-то стрессы, переживания, как и с другими контрольными, как и с экзаменами. Как правильно должен педагог построить так свою работу, чтобы школьник, придя на написание всероссийской проверочной работы, не переживал, ну, не будем говорить, чтобы он расслабился, расслабляться не нужно, но написал на ту оценку, на которую он знает. Вот действительно надо просто психологически успокоить детей. Они должны написать и показать свои знания вот именно на том уровне, как их научили. Ни в коем случае не надо натаскивать на проведение этих работ. Я знаю, что в некоторых школах к нам такие сведения поступают, проводятся платные даже подготовительные такие занятия по подготовке к ВПР. Ни в коем случае этого делать не надо. И совершенно вы правы, от учителя зависит, какого будет настрой класса, настрой детей и так далее. То есть надо успокоить, надо собраться с мыслями и написать всё, что ты знаешь. Не получилось, значит, будет время доработать на следующий год и так далее. Здесь главное, чтобы мы подошли к выпуску из школы с серьёзным багажом знаний, и чтобы судьба ребёнка не была сломана. Ведь подчас получается так, что мы пришли в 11 классе к ЕГЭ и сдаём его очень плохо, допустим. И таким образом мы не можем поступить не в тот ВУЗ, который мы запланировали. Мы, соответственно, выбираем специальность, которая нам не по душе и так далее. Вот это самое страшное. Вот подробнее хочется узнать о том, как всё-таки создаются вопросы для работ, кто занимается тем, чтобы вопросы были направлены в школу, кто занимается, собственно, разработкой этих вопросов, и всегда ли они совпадают с теми темами, которые школьники изучают. Потому что иногда бывает, ой, а мы это не проходили, прислали. Ну, разрабатываются тексты, как я сказала, уже единые тексты на федеральном уровне. Разрабатывается целым институтом. Это Федеральный институт оценки качества образования. То, что они соответствуют требованиям ФГОС, несомненно. То есть за пределы, за рамки стандарта требования не выходят. Но бывает такое, что программа, допустим, по биологии есть линейная программа, из концентрической биологии, меня поймут, о чём я говорю. Какие-то темы, допустим, в шестом классе пройдены, а по другой программе, например, они не пройдены. Здесь тоже предусматривается гибкий подход. И при проверке работ учителя могут потом поставить в работе, не изучалась эта тема. И это будет засчитано, то есть спокойно, без проблем. Результаты загружаются. Ну, во-первых, приходят нам сами работы. Каждая школа имеет в федеральной системе оценки качества образования свой личный кабинет. ФИОКа загружает работы, каждая школа скачивает оттуда работы, распечатывает их и даёт детям для написания. Дальше работы проверяются, и результаты обратно загружаются в эту систему. И на федеральном уровне они обрабатываются, и мы уже получаем потом результаты. Каждая школа, край, муниципалитет и так далее. А разработаны ли для того, чтобы заниматься на образцах, какие-то материалы, справочники по именно ВПР? Или это не требуется? Нет, этого не требуется. Дополнительной подготовки никакой не требуется. Достаточно просто учить по программе, которая определена школой, в рамках стандарта. Каковы основные советы сегодня даёт наше министерство образования для того, чтобы хорошо сдать ВПР? Для того, чтобы хорошо сдать ВПР, надо хорошо учиться, успокоиться, не создавать паники ни педагогам, ни родителям, ни ребятам самим, а просто сесть и написать обычную итоговую контрольную работу. Я думаю, всё получится. Желаю всем успехов. И практика уже восьмилетняя, поэтому я думаю, что никаких срывов серьёзных не будет у нас. Спасибо большое, Светлана Петровна. В финале нашей программы. Давайте ещё раз напомним родителям, ребятам, где можно посмотреть информацию, какой это сайт. Подскажите. Ещё раз. Всем интересующимся можно зайти на сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки или на сайт Федерального института оценки качества образования. И там познакомиться с целями проведения ВПР, с образцами, с порядком проведения, с планом графика проведения ВПР. Если же всё равно какие-то вопросы остаются, конечно же, нужно обратиться к учителю в школу, может быть, к администрации. Ну и в случае, если всё равно какие-то вопросы остаются, или вам не так ответили, как бы вы хотели, или вы недопоняли что-то, у нас в Министерстве образования есть горячая линия. Телефон 357623. Вы можете позвонить, и мы попробуем ответить на все ваши вопросы, которые возникают. Ну а на все мои вопросы вы уже, Светлана Петровна, ответили. Большое вам спасибо. Развеяли все мифы. Сказали, успокоили, я уверена, всех, и родителей, и педагогов, и школьников, потому что страшного нет ничего. Учитесь, пишите, и всё у вас точно получится. Я думаю, что мы вместе с вами пожелаем удачи всё-таки школьников в этом написании. Как просто нам с вами говорить, когда этот этап уже жизненный пройден. Спасибо большое. Хороших вам результатов в работе в 2023 году. Ждём вас снова в студии Актуального интервью. У нас в гостях была Светлана Гондилева, заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования Ставропольского края. Вы смотрели программу Актуальное интервью. В студии была Кристина Алексеева. Не переключайтесь и оставайтесь на своём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова